В этом году в физико-математическом лице-интернате Владыкавказа начал работу экспериментальный класс. Для восьми учеников из разных районов республики ввели круглосуточное пребывание в стенах школы. Весь день ребята под наблюдением. В первой половине дня уроки, во второй факультативы. Ну а после ученики отдыхают в спальном корпусе. Как работает нововведение и как ребятам из сел попасть в лице-интернат, выяснял Хетак Плеев. Особый интерес к точным наукам у Аспара Дзукаева с раннего детства. Уже в начальных классах мальчик понял, хочет более углубленно изучать математику и физику. Два месяца назад смог реализовать свое желание. Сейчас он учится в республиканском физико-математическом лице-интернате. Здесь же и живет. Говорит, с будущей профессией уже определился. Хочет стать инженером. Когда мне сказали, что я буду сдавать тест, чтобы попасть в арфемалы, то я удивился. Мне сразу на ум пришли такие мысли, что я попадаю в школу, которая входит в топ-150 школ в России лучших. Мама не хотела меня отпускать. Ну, короче, я ее уговорил. Она сказала, что ты слишком маленький. Ну, вот тебе еще 12-ти нету даже, куда ты идешь. Но я сказал, что я справлюсь. Аспарт Зукаев не единственный ученик экспериментального класса. Вместе с ним точные науки познают еще 7 человек из районов республики. Они сдали специальный экзамен, чтобы попасть в этот класс. Также во всех районах Северной Осетии есть опорные школы, в которых для учеников с 3 по 6 классы работают математические кружки. Если дети покажут высокие результаты к 7 классу, их могут взять в лице без дополнительных экзаменов. Уроки в классе тоже особенные. Ребята решают задачи, которые не входят в обычную школьную программу. Занимаются с детьми преподаватели, которые прошли специальный курс повышения квалификации. Конечно, у нас программа отличается от школьной программы. Здесь мы разбираем именно логические задания, которые обычно на уроках не хватает времени на решение таких задач. И ребятам бывает очень интересно. Даже иногда они остаются после занятия, чтобы доделать какое-то задание. Иногда приносят задание и домой. Поэтому я считаю, это очень большая помощь и очень большая работа. Которая поможет выявить действительно талантливых детей и поможет их раскрыть далее. Проект развития математического образования заработал в республике в мае этого года. Сейчас в каждом районе республики есть опорная школа. Их 8. Всего в них занимается более 500 школьников. Эффект уже виден. То, что дети увлечены математикой, заняты математикой. Родители тоже... Общаемся с родителями, спрашиваем. И тоже очень нравится этот проект. Они приводят детей с удовольствием. К сожалению, не все родители еще получили эту информацию, что есть такая возможность ребенка определить в кружок по математике. Поэтому, надеемся, позже и кружки у нас в полном объеме будут работать по количеству детей даже. Раньше в лице интернат принимали учащихся по социальному статусу. Детей из малобеспеченных или нуждающихся семей. Сейчас сюда попадают ребята, которые показывают наилучшие результаты в математике. Пока в лице действует только один экспериментальный класс. Для его учеников отремонтировали комнаты, оборудовали зону отдыха. Здесь все красиво и удобно. В следующем году здесь планируют открыть еще два экспериментальных класса. Если же детей из районов республики будет больше, чем свободных мест, то классы могут расширить еще. Главное, говорят руководители проекта, чтобы дети хотели учиться. Хэтак Плиев, Алан Суанов, Игорь Вацховский. Новости Осетии.